Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас! Эта игра называется Доблестные сердца. Мне хотелось давно поиграть в неё. И о чудо! Чуткости чехов. Спасибо ему большое. Просто взял и подарил мне её. Хотя он не знал, что я хотел в неё поиграть. Итак, приступим. Источник вдохновения для этого автора игры служил событие, которое... 1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. Такие дела! Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. О, Карл! И его фролян! Ммм, ребёночек! Опа! Нет! Они забрали Карла! Теперь ему нужно вернуться в Германию. Несколько дней спустя. Мобилизация армии? Что-то типа того. Франция. Одеть кепочку и пойти в город. Пока, доченька. Я буду солдатом. Четыре дней после высылки Карла войне показалось мало и она забрала Эмиля. Эмиль, наверное, это папа этой строли. Тяжёлым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждёт его впереди. Отличный прыгунок. О, уже голый. Мы пришли призываться в армию. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола. Эр-герцог Франц Фердинанд. В детстве нескольких держав, связанных с цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооружённому конфликту, который после подключения к нему колонии приобрёл глобальный масштаб. Так и началась Первая мировая война. 1 августа Германия объявила войну России. 3 августа Франции. 4 августа Германия объявила войну Британии. И 11-12 августа Франция и Британия заявили о том, что находятся в состоянии войны с Австро-Венгрей. Вот так вот. А, это факты. Факт, факт, факт. Формирование армии. Армии. Большинство участников войны набирались по призыву. В Германии возраст солдат составлял 17-45 лет. Призыв начинался с 20. Срок службы составлял 2-3 года. Во Франции военнослужащим считался мужчина в возрасте от 20 до 48. Более гуманно. Служба длилась 3 года. Российская армия набиралась из 21-летних призывников. О! Они служили 3 года. И оставались в запасе до 43. В годы войны призыву подлежали все военнообязанные мужчины. В Англии в 1914 году имелись лишь небольшая профессиональная армия. До 1916 года войска формировались из добровольцев. Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41 года. А, думаю, мы с этим закончим. Пойдем дальше. Хвастаться своим бельишком! Ого! Мы уже солдат! Вот они медоморфозы! Нам сюда? Говорит, вернуться назад! О, поговорить можно с солдатами. А! Призыв! И мы тоже побежим. Молодец! Что выполнил мои поручения. Браво, баран! Прыжок! Кискутей! О, сеньери! Вау! Да! Мы взяли бомбу! Вау! Буя! Давай! Подорви эту сволочь! Еееей! Кискутейли! Браво! Браво, сеньори! Вау! Вау! Нет, подожди. Там что-то другое надо было нажимать. Да. Будем мочить опять прикладом. Той. Ти-тё-пэ-рэ-пэ-рэ-пэ-рэ-пэ-рэ-пэ. Кискутей! О, фук. Пошёл! Хе-хей! Браво! Да, теперь. Стареньки мы слишком для таких дел. Стареньки. Теперь мы должны поднять флаг. Круто. Это ген Франции, если вы не знаете. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо, соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться Бокоп. Но защищать свою рулем надо. Человека, который станет его лучшим другом. Эй! Так. Что у меня? О, я подул и отогнал этих парнишек. Сейчас мне нужно, наверное, за другую штучку дернуть и отогнать других парнишек. Эй, как мне туда забраться? И тогда этот чувак будет моим лучшим другим! Эй! Орабар! Бутылку. Бутылку. Давай. Нет, как-то не очень. Как-то не очень. Как попасть наверх. Эй, меня не пускают эти парни. Сейчас. Я вам устрою. Опа! Я остырил бутылку его. Хе-хе-хей! А он еще одну поставил. Ох ты какой! А им хотя бы окны! Ну вы даете. Дай бутылку сюда. Дай бутылку. Хе-хе-хе. Как он быстренько ворует. Так, куда мне надо кинуть? Ну, отвлекись. Я люблю выпить. Хорошо. Никаких проблем. Сейчас мы отберем вот этого алкашни бутылочку и тебе дадим. Будь спокоен, начальник. Да. О-ля-ля. О-ля-ля. Дай мне пройти. О-ля-ля. Ага, понятно. Любит песенки, мелодии. Окей. Нам нужно залезть наверх поезда, пройти и дернуть за рычаг, чтобы... Вот мы сыграли тебе. Давай, пускай меня. Прекламе твой. Я люблю мелодика, а? Я понял, что ты любишь мелодика, но как заставить их играть нормально? А, нужно правильную поочередности к запуску, наверное, выбрать. Пум. Пум. Да. Ух-хё! Ух-х... Все довольные. Прыгают, а мы лезем на паровоз. Мы хакнули реальность, поздравляю вас. Пробежим сюда, возьмем там... Какой-то... Карандаш был или что это такое? Да, это была ручка. У нас есть шапка, ручка Ага, нужно найти еще и предметы эти Хорошо Но сейчас мы отгоним От нашего будущего друга Всех нежелательных Конкурентов? Привет, друг Давай, дружи Давай Завоюем весь мир Да, ты откуда? Соединенных Штатов Пока Пока 21 августа 1914 года Полк Эмиле был направлен в бой Против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа Первоначальный восторг Быстро сменился неизбежным страхом Перед первым боем Раз, два, три Раз, два, три Все такие сосисочники Стоять батальон В атаку О, классно Против пулеметов Что за фигня Против пушек Надо уворачиваться До вперед Бежать О, нам показывают Куда приблизительно О, так как Пригазуем Газуем Нет, нет, нет Нет отлично бежим снова быстрее убежать будет хорошо все на все получится за наполеона нет они убили нашего командира теперь пулеметы что это такое мы рэмбо мы сможем я верю мы сможем мы еще двое человека у нас все получится застрелите его бойня а не шайон рядовой 150 пехотного полка эмиль шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен но хорошо хоть и жив надеемся он скоро сообщит вам о себе фредди гражданин америки записался добровольцем в армию франции в самом начале войны по его показной отвагой крюгер таилась лишь пустота оставленная войной фредди хотел лишь одного наказать тех кто сломал ему жизнь сейчас мы поможем во время битвы на марне фредди наконец отыскал следы того полка которым командовал барон фондов так что здесь нужно взорвать да ну куда нам идти спейс чпоки чпоки бежим 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 со мной ребята очень будем метать гранатки метать гранат что такое отлично чуть не подорвал себе задницу сюда да бинго яблочко побежали хватаем еще одну бомбу на всякий случай мало боеприпасов не бывает чикаем пукаем сюда бежим 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 бежимầu попопопопопоп а у меня уже есть гранат ооо нужно подорвать его без проблем на тебе нет это не то что хотел от меня июэй Wendy это не то что хотел от меня надо подойти поближе вот так сюда будет хорошо да нет и это тоже нехорошо надо опять вот эту штучку попасть вот как-то так почти надеюсь получится бу я получилось хватай мину на всякий случай побежали покуда он перезаряжается зачем был кирпич а чтобы оглушить его да может просто взорвать его чая взорву его пока о нет что это было сказал он о нет он проткнул мне прям под а что тут надо сделать сделать как-то так эй что это было в это время мы спускаемся вниз и дыкаем его под самые помидоры и покуда он в конфузе лежит мы спускаемся еще ниже и находим находим детонатор я сказал находим детонатор ладно взорвать зачатку нет сюда нужно прицепить еще один детонатор хорошо один динамит давай теперь давай да что с с нами происходит да вы взорвётесь побежали и дальше чтобы наверх залезть ладно опа супер мэстер давай прыгай прыгай я верю в тебя что это такое оп оп отлично попробуем кинуть сюда так я верю наш успех да успех приходит что сделать взять камень ладно наверно камнем надо сбить вот это о путь пулеметную гнездо опять пулеметные гнездо что же нам сделать давай 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 быстро а вот Williams будет стрелять так подождем следующего раза подождем следующего раза давай 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 курсы курсы кур jokes и курсы курсы и побежали 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 в яму опять опа вот туда опа кушай омлет отлично опа удивились что там побежали он драпает на вертолет что это дирижабль круто лучше тут не стоять быстро побежали 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 дверь вау бутылкой бутылкой мы собьем лестницу дальше что бутылка вы еще тому парню в глаз попасть может с этой стороны можно яблоки какие-то лежат во да и это работает чтоб тебе пусто было бутылку давай давай сделай это сделаю это стань правильно и бросай вот как-то так что я не знаю что за так ой 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 обманули дурака на 4 кулака нет да что нам мы подобрали нет сначала избавиться от солдата потом брать карты бог все точно очень точно гениально вот как-то так мы сейчас мы подойдем его со спины ударим так что мало не покажется а тебе ща подожди пойдем наверх только заберем сначала то что нам нужно найти а мы уже забрали да отлично фрукты в первую мировую все сражались фруктами овощами бух лично так сейчас мы колокольчик будем в колокольчик будем стрелять помидором фрукты и второго сейчас прикончим будет получил теперь мы садимся за пулей пулемет я сказал нет что дальше да мы порвали этот флаг который не нравился этом америка вмешательство англии помогло сорвать планы немцев линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи туннелей который станет одним из символов первой мировой полк карла отступил в окрестности не в шапеле именно там находился в плену эмиль какие свадьбы спасибо друзья что смотрели на этом я закончу эпизод для меня было необычно проходить такую игру на запись если вам понравилось поставьте лайк для меня это очень приятно мне хочется продолжить проходить эту игру пока и удачи ведь она у нас в крови